Девушки отдыхают Мы сидели вообще одни У нас все было, йогурт А ты помнишь, да? Максим Николаевич, отойдите Вот это, дайте, отойди Дай, видишь, работа с зарядными детьми Максим Николаевич, все, каждый это снимает Да Подробно по сниманию, ладно, все Ну, кроме фотографии Чтобы потом можно было стоп-кадр Да, и перечитать все Ну, цифровой аппарат Ну, цифровой аппарат Все, что все обои По сниманию Все старые Вот эти лишние Все с телеграммами Все с ним Чего вам Спасибо 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 Сняли уже Ну-ка Отошли Спасибо 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 Субтитры Спасибо 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 Субтитры Дайте я сниму Да, да, да А потом Потом будет Следующий Плагиат Субтитры Девять урок Субтитры 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 надо уроки. Вот они все 40 минут. Сначала 8-15. Вы вообще все уроки по 20 минут сделал, зашли и вышли. Да, конечно, Николай Иванович. Светлана Викторовна, русского-то засчитали сколько? Русского-то. Раз, я считаю, он меня заинтересовал русского-то. Два, ну а здесь вот у него гензия. Спасибо большое. Это бешеный, это бешеный, это бешеный. Свет на первый ряд. Я плохо вижу. Конечно. КОНЕЦ 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 Управление зависит эффективное формирование образовательной политики в муниципалитете. Реализация федеральной приема зависит от гепкости подхода к управлению, от выполнения требований современного менеджмента. В Дмитровском районе для эффективного формирования образовательной политики на протяжении последнего десятилетия используется метод программы целевого управления, предусматривающий четкую фиксацию целей и результатов, согласованную проработку всех видов ресурсного обеспечения, кадрового, материал-технического, информационно-правового, финансового и так далее, и интеграцию усилий всех субъектов управления. Понятно, что с этим методом не только знакомы, но и успешно развиваются системы образования многих территорий нашей России. А сегодня мы расскажем вам, как этот метод работает в нашем Дмитровском районе. На сегодняшний день успешно завершается и уже завершена, надо сказать, третий анализ практики, оказалась реалистичной. Вот если кратко сформулировать образ желаемого будущего системы образования Дмитровского района, которые должны были создать в процессе реализации этой программы, то можно сказать так. Это новый, качественный уровень образовательной среды, в которой должно происходить развитие, воспитание и обучение ребенком. Какой мы видим благоприятную образовательную среду? Прежде всего, здоровье сберегающий, обеспечивающий духовно-нравственное становление личностям, психологически комфортный, развивающий творческий постепенность и правонарушение подростков, духовно-нравственное воспитание. Совет руководителей образовательных учреждений. Он тоже у нас существует и выполняет свои функции. Получилось серьезное, что 9 имеют высшую квалификационную категорию, 21-ю квалификационную категорию. Морбик квалификации педагогов непрерывно повышается. Мы до сравнения в 2001 году. А высшую категорию имели 43% работника. Ический работник награжден знаком «Почелный работник общего образования Российской Федерации». Три педагога знака «Заслуженный работник образования Московской области». Возьми педагогов присуждена имена в премии губернатора Московской области. Большой вклад в повышение квалификации педагогов, повышение педагогического мастерства вносит информационный учебно-методический центр, для которого было выделено, обустроено и современно оснащено отдельное здание. Сетевой модель методической службы Дмитровского района в виде вот такой инфраструктуры. По всем образовательным областям педагогического центра проводятся различные мероприятия с педагогическими работниками по проблемам, касающиеся реализации учебной деятельности, улучшения качества образования, осуществления методической помощи организации. Это мониторинг профессионального развития педагогических работников. На основе мониторинга выстраивается система повышения квалификации кадров. В целях развития заинтересованности кадров в профессиональном совершенствовании центр осуществляет методическое сопровождение профессиональных конкурсов, которые мы рассматриваем как средство развития кадров потенциала, как демократичный механизм оценки труда педработников, выражение признания за работу и как вознаграждение. Ежегодные конкурсы «Педагог года» — «Лучший педагог дополнительного образования». Методическая служба решает задачи подготовки кадров к переходу на новые технологии обучения, создания информационной среды. На базе центра организуется работа курсов, семинаров, консультаций, практикмов и других форм обучения педагогов, в том числе управленческих кадров. В настоящее время налаживается работа по введению мониторинга качества обучения общообразовательным предметом. Ключевым звеном в управлении качественным образованием является само образовательное учреждение, обновляющее и развивающее содержание образования в соответствии с поставленными целями, учитывающими потребности от своей территории, а также потенциальными и реальными возможностями педагогов и учащихся. Именно здесь создаются конкретные условия образования, организуется образовательный процесс и достигаются определенные результаты. Районная целевая программа развития образования позволила большинству руководителей и образовательных учреждений обвести уверенность в том, что они знают, на какой конечный результат должны быть ориентированы в своей работе, кто и когда для этого должен выполнить конкретные действия. У каждой категории учреждений в соответствии с программой развития определены свои приоритетные задачи, также духовно-мравственного и гражданско-патриотического становления их личности. Учреждения дошкольного и школьного образования организуют отпор содержания образования. В диагностику усмотрений выделяются санатурно-оздравительные путевки, квартиры, оказывается материальная помощь. И в этом витровском районе продолжают функционировать дом учителя, для которого в настоящее время основной задачей является поддержка ветеранов педагогического труда. Сегодня на новомне государственном месяце уход от внутридорственной замкнутости системы образования пришло осознание того, что принятие важнейших решений в сфере образования не должно быть частным делом лишь одних ее работников. Работаем в выполнении программы развития. Мы тесно сотрудничаем с администрацией Витровского района, с советом депутатов района, с депутатом московского власта, всеми общественными организациями района и родителями детей. Важно, что все субъекты управления работают за достижение единых целей, установленных в программе, понимают свою роль и свой вклад в общее дело. Реализуя государственную политику в сфере образования, наши учреждения и образования являются эминистральными, а значит, учредитель имеет право оценивать и контролировать качество предоставления. В районной власти к проблемам образования отношение очень серьезное, можно сказать, этическое. Подтверждением этому служат не только слова, но и дела. В образовательных учреждениях района восстановлениями главы района введено дополнительно 530 ставок. Здесь ставки социального педагога, педагога-психолога, учителя-могопеда, педагога дополнительного образования, организаторы режима работы школы, заместители директора в их экспериментальной работе. Как видите, диапазон достаточно широкий. Но снижение этих ставок ежегодно из районов и бюджетных педагогов обеспечения щедрого вознаграждения победителей районов конкурсов педагог года, школа года, детский сад года, семья года. Это стипендии главы района лучшего ученика. По инициативе главы Петровского района и на основании решения Совета директоров предприятий Петровского района созданы попечительские советы при образовательных учреждениях. Их плодотворная работа способствует укреплению материал-технической базы школ и детских садов. Глава района поощряет и поддерживает творческую деятельность управления образованием. Хочу дополнить еще, что этот форум образования Ресурс района у нас получил развитие. Одинный такой форум проявления для нашкольных образовательных учреждений очень многое смогли показать дошкольники. И, естественно, к себе привлечь внимание многих. Я думаю, что они получат отдачу. По инициативе главы Петровского района учрежден отличительный знак юниципального учреждения. Открыта необычная доска почета. Талант молодых, тебе любимый край. Это говорит об особой заботе, об особом внимании, уважении к достижению, к успеху школьников и студентов, к их развитию в самых разных сферах. Мы поставили цель создать благоприятную образовательную среду. В чем это должно было проявиться? В том, что система образования выйдет на новый качественный уровень. Но произошло ли это на самом деле? Помимо того, что требования государственных образовательных стандартов образовательными учреждениями выполняются, это подтверждает итоги аттестации учреждений, ну, может быть, обучающихся и воспитательников, в большинстве образовательных учреждений проводится работа по оптимизации участия детей. Работает. Об этом свидетельствует положительная динамика о результативности участия в Олимпиадах и других конкурсных мероприятиях различного уровня. Расширение сети учреждений дополнительного образования спать последних. Мы, наверное, тоже свидетельствуют о доступности, качестве образования. Сложилась система воспитательной работы со всеми участниками образовательного процесса. Об этом говорят сохраненные и приумноженные традиции в сфере образования района. Стабильная тенденция к снижению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, успешных самоопределений учреждений в школах. Получено развитие информационно-аналитической деятельности управления образованием, направленной на поддержку управленческих решений. В районе ежегодно издаются информационные бюджеты и состояния муниципальной системы образования. В рамках существующего правового поля выстраиваются партнерские отношения с общественностью по участию в управлении и развитием муниципальной системы образования. Считаем очень важным то, что дети являются участниками всех городских и районных праздников, торжеств, спортивных мероприятий, мероприятий по благоустройству территории. При этом они ощущают себя полноправными гражданами. У них воспитываются патриотические чувства, чувство ответственности за благо своей земли, желание вносить свой вклад в дело развития своего города и края, стремление быть успешными и востребованными. Основа для разработки и содержания районных цельных программ развития образования Дмитровского района соотношения централизации и децентрализации управления. Инициированные и реализуемые функционные проекты оставляют свободу выбора территориальным органам управления образованием в плане творческого развития предложенных мероприятий и идей. Город Дырин – один из красивейших и древнейших городов Казахстана. Садитель богатой, русской, многомековой и безнадолевшей. Сегодня эта быстро развивающаяся древняя столица устремлена в будущее. А какое будущее без подрастающего поколения, без людей, которые завтра примут из таких славных традиций? В ней что-то от яркого зрелища, в ней часть мирового прогресса, в ней что-то есть и от геннаджа, а что-то и от лимбеда. Вот таким впечатлением остается у тех, кто учится в гимназии Дмитрия, уникального образовательного учреждения, которое в этом году отметит свое 70-летие. Здесь сочетаются лучшие традиции российских гимназий уроженных веков и достижения современной педагогики. Статус гимназии и право носить имя города в учебное заведение в начале 1916 года. Сегодня в гимназии обучаются 600 учащихся, работают 115 сотрудников, из них 97 учителей. 72% коллектива – педагоги в высшем политикатуре для дипломов. 15 учителей работают в гимназии уже на протяжении 30-40 лет. Этот педагогический коллектив находится в постоянном творческом поиске, в состоянии непрерывного обновления образовательного процесса. А всем этим уже на протяжении 15 лет руководит директор, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России, победитель Всероссийского конкурса лидер по образованию 2000, Алла Викторовна Попадова. Всесторонняя развитая личность, которая может подать пример своим коллегам в работе с детьми и своим ученикам, как можно найти свое место в жизни, в лауке, в культуре и даже в спорте. Она катается на горных лыжах и спускается на байдарке по городу реку. С 1992 года гимназия админров сотрудничает и обменивается в делегациями учащихся ее учителей со школой Хейтбаки, города Альмир, провинции Флэрланд, королевства Нидерланды. Ее Величество королевства Нидерландов Фиатрикс в знак преднательности в 1998 году подарила компьютерный класс, что и позволило увлекать гимназию в современные методы получения. В прошлом году 470 учащихся публично защитили свои исследовательские работы. Гимназия на протяжении многих лет является организатором региональной конференции исследовательской деятельности учащихся. Уже много лет в гимназии с 5 по 11 класс действует дифференцированная форма обучения, а с первой и четвертой школа полного дня. А ведь ребенок должен иметь возможность заниматься как можно более разнообразной деятельностью, что помогает видеть его природные надходности. Занятия длятся по 8-9 часов, включая полуки, плавание, шахматы, иностранный язык, конструирование, полиография. Занятия длятся по 8-9 часов, включая полку, плавание, шахматы, иностранный язык, иностранный язык. Занятия длятся по 8-9 часов, включая полку, плавание, шахматы, иностранный язык. Более 30 национальностей создана образовательная среда, которая позволяет ребенку проявить себя во многих качествах. Здесь его хорошо знают и заинтересованы в его развитии, а главное, могут профессионально помочь ему определиться в своем уровне. Мне нравится урок русский, математика, чтение и все остальные. Физкультура, народная культура, окружающий мир, художественные труды и зоны. На шахматах я играю в шахматы, а на физкультуре я люблю играть в баскетбол и футбол. У нас есть музыка и хор. На хор ходят некоторые ребята, у которых есть хорошие голоса. В ходе гимназии, объединяющие 150 учащихся, является победителем первого губернаторского конкурса скоровых коллектива в Московской области, с чего начинается Родина. Содержание обучения в гимназии многопрофильное. Физико-математическое, гуманитарное, биолого-химическое, экономическое, по-глубленному программу. Опыт, накопленный в течение 10 лет в этой области, привел к серьезному изменению подходов в подборе содержания и технологии образований. В отличие от специализированных классов других образовательных учреждений, здесь можно легко перейти с одного пункта или в другую. Ведь не всегда ученик может правильно оценить свои возможности в той или иной науке или поздравить себя в совершенно другом качестве. И тогда он может смогли перейти в другой специализированных классах. Физико-математическое, наоборот. Кроме того, в гимназии обучают нескольким иностранным языкам. Английскому с первого класса, французскому и немецкому. Все выпускники получают права на выжденье легкового и грузового транспорта. Дополнительное образование в этом уникальном учебном заведении представлено 191 объединением учащихся. Это кружки, клубы, культативы, спортивные секции. Например, шахматного клуба исполнилось уже 12 лет. И он в мире – победители и призеров областных и районных соревнований. Кстати, шахматы здесь преподаются как дисциплина, что помогает развитию умственных способностей ребенка. Весь этот комплекс и обеспечивает высокий уровень знаний гимназистов. И, как следствие тому, на протяжении 10 лет в гимназии нет актива учащихся. Уроки у нас весело порвают. Учителя хорошо объясняются, доступно, понятно. Мы вернулись из Голландии. Это было вообще время, чтобы я обыкновенная. И вот я сейчас сравниваю их образование, как мы учимся. У нас, конечно же, все гораздо более расширенное. Наши знания, познания более глубокие. Высокий уровень образования. Даже вот я общаюсь с ребятами других школ. И по уровню нашего образования, наша школа стоит гораздо выше, нам было выше, чем образование наших школ. Результаты деятельности гимназии впечатляют. За последние 15 лет более 200 выпускников окончили гимназию с заводными и серебряными медалями. 80% выпускников в первый год после окончания гимназии поступают в престижный вуз Москвы на бюджетное обучение. Гимназия имеет призеров областных, российских, международных. Она постоянно участвует в всероссийской программе молодых исследователей «Шаг в будущем». Учащиеся дорожат сложившиеся здесь традиции и берегу. И всему этому способствует самоотвешенный труд коллектива гимназии «Учки». Гимназий – дело сильное жильство. Я здесь работаю директором 15 лет. И вместе с командой, на мой взгляд, замечательно талантливых педагогов мы доказывали, что из обычной массовой школы можно получить замечательное результативное образовательное участие, где все дети – талантливые, где каждый может занять свою комфортную, душу и быть счастливым человеком. И учиться, и учиться. Мы любим нашу гимназию «Ура!» По образовательному результату. Мы считаем, что создана мобильная модель многопрофильных гимназий. Вот неспроста в фильме говорилось о том, что дети имеют возможность переходить из одного предупреждения в город Фонтанов и в сферметрическом проживании с проблемами. У нас все замечательные фонтаны. Учебный день я не останавливаюсь, а вот на следующем – здоровье. Вот что касается здоровья – потрясающая вещь. Вот нам всем известно слово «психосомнастика», да, что часто физически человек болеет тогда, когда психически, психологически, когда-то есть дискомфорт, управление. Системный подход мы рассматриваем, особенно системного подхода, в чем он в нашей гимназии, не целевой, а именно системный. Вот образовательный процесс учебно-воспитателя, который дает некий результат, он должен обязательно быть связан с внешней средой, это обратная связь. Входящими ресурсами, вообще принципиательный процесс является материальный ресурс, который зачастую, это слабо подчиняется желанию. Сложность вся в чем? Когда мы по монтажнику лазали, как бы все в начале 90-х учились, да, и подразделяли развитие школы функционирования, еще не соглашаюсь, как ученые, это даже самая большая статика. Временные творческие группы, которые распадаются по мере выполнения задач. Тоже как бы все понятно, я не буду сейчас на этом остановиться, я уже время рекламы свои перебираю. Важно другое. Очень важный, потому что сегодня мы будем говорить еще о кадрах и об обучении кадров. Я здесь бессовестным образом использовала цикл ГОБА, который говорит о том, ну ГОБА это немецкий ученый, очень интересно, который долго занимался вопросом в решении квалификации врачей, учителей, то есть самых служб в профессии на себе, вот, можно за такое сопоставление не совсем соответствовать, потому что западает, если дальше не проводится. Да, будете на последующем. Ну, наиболее жесткие ценности для наших коллег, опять-таки, поранголовные самые высшие ценности, это вот она вверху, то есть это следующее. Ну и, наконец, проблема, на которой мы работаем сейчас. Мои коллеги будут вам говорить о каких экспериментах мы участвуем и на каких уровнях. Мы сейчас вошли в новый юнорный проект, о нем, наверное, слышали, национальный фонд подготовки кадров, изменение системы управления на школьном уровне, и мы взяли тему достаточно сложную. Вчера... Я его... Давайте начнем на нашу экскурсию. Да, в двух минутах, все равно получится пересечение. Значит, несколько слов о том, где вы сейчас находите. Чуть меньше года назад здесь была не очень приглядная картина, здесь была развивалась, в таком старом году, в этой перегороженой. Но наши усилия в участии в конкурсе «Лучшая школа в Подмосковье» увенчались успехом. Мы заработали такой подарок главу нашего города, Валерия Васильевича Тверкова, главу Мюнерского района. И он решил отремонтировать фойе нашей школы. Вот первое, что мы заработали, первые деньги, которые мы получили, мы выиграли номинацию «Эксперимент» на областном конкурсе. И заработанные деньги мы решили, что все-таки театр начинается свежий. А школа – это тоже своеобразный театр. Он тоже был и началом свежий. В этом фойе у нас для детей кафе, для детей для гостей кафе небольшое, такое импровизированное. Здесь, в общем-то, информация о нашей гимназии. В каждой ученике гимназии у нас свой персональный шкаф. Это библиотека нашей школы, читальный зал. Знакомые вещи. Это все реализация главы того же проекта. Путинский компьютер. Стараемся максимально улучшить услуги для учеников. Знакомые вещи. Чуть-чуть мы не успели закончить. Хотели вам сегодня, конечно, это все показать. Но это не только от нас зависит строитель. Но в рекордно короткие сроки была построена пристройка. Мэр нам подарил ее. То есть подарил строительство. Трехэтажная пристроечка. С ноября буквально ее уже возвели. И практически она уже готова к работе. Что, места не хватает? О, уголок безопасности. А у меня круче. Тут одни газеты. Тоже модернизировала. Себе с ними. Да у меня лучше. Одни газеты висят. По подгруппам детки занимаются. Да, и вот еще банки. Вы знаете, я вам не скажу, но я думаю, что до 20 человек где-то так. Классы у нас разные. У нас, понимаете, есть такие классы, где детей больше, да? И есть где вот такая оптимальная. За ребенком. И вот она, сама дизайнер, решила для своей девочки, которая пришла в первый класс, сделать кабинет. Вот, хотя сейчас такое злоное впечатление, наверное, сложно составить, но тем не менее. Но она в БСС сразу запретила. Это называется страна Бебегония. Страна Бебегония называется. Бебегония. Так. Вот родители, что это. Страна Бебегония. Вот страны сделать из экологически чистых материалов. Вот на полу фанера, стены дерева. Вот и соседний кабинет тоже делал он. То есть вот такого плана кабинет. Но опять же, это начальная школа, да. Да, да, да. Вы знаете, все-таки роль личности никто не отменял и никогда не отменят. У нас удивительно давала Викторовна убеждение просто. Вот, у нас родители с удовольствием помогают. Вот если вы видите, на полу здесь выложены геометрические фигуры. Это идет раз, два, три кабинета математики. Три кабинета математики. Да, 850-летие. К нам приезжал здесь в педагог. Вообще исторические события. Мы решили его почерпить. Чего? Ну, к сниму все. Не переживайте. У нас лучше экскурсовод, чем у вас. Ну, зайдем, зайдем. Так, пресс, пресс. Здравствуйте, ребята. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, садитесь. Ну, опять же, ничего, наверное, если это естественно, вы не видите. Мы стараемся, еще кабинетные будем ответить. Мы стараемся, чтобы тоже было максимально там горло. Вот. Да, опять же, школа пытается внедрять уже на протяжении вот нескольких лет, мы об этом сегодня будем говорить, информационная технология, учебный процесс. И практически в каждом кабинете есть рабочее место учителя, которое оборудовано компьютером, выходом в интернет тоже. Ну, и техника, соответственно, телевизор, обязательно видеомагнитофон или CD-плеер, обязательно есть в каждом кабинете. Как они держали? Так, прессу пустите, пожалуйста. И здесь же кабинет экономики. Ну, вот не так давно был сделан ремонт, еще мы его не совсем дезинфицировали, но мы являемся высшей школой, базовой школой, высшей школой экономики, вот здесь я веду свои уроки. Я думаю, Серега Захаре сидит, принято. Ну, он, в общем-то, функцию в основном играет, что здесь музей и рабочий кабинет. Есть какие-то вопросы? Вы сразу задавайте, пожалуйста. Здравствуйте. Поздравлений нет, или сюда мы вывешиваем один день из жизни нашей гимназии. Чего? Этот? Чего? Здравствуйте. Это ваш методический кабинет. Я понял уже. Начальство сказало вас снять. Замечательно. До свидания. Ген. Там надо эту, барную стойку. Барную стойку надо сделать. Да, тут как-то пусто, не хватает, там текилы. Вы засняли кабинет физики? Это физика? Да. Здравствуйте, дети. Это класс. Это класс. Это класс. Кострома, Кострома. Из Костромы? Костромская область. Я уже снялся. Прозрачный. Ну что, Геннадий Александрович? Переходим работать в эту школу. Квартиру продаем. Здесь они вывешивают все свои, отображают все свои дела, успехи, достижения. Союз заинтересованных лиц. Проходите, пожалуйста. Мужик. В этом году газета «Альма Матер» сидел в основном трижды, ребят, с вами свои заметки. Размещают в школе, у нас есть издательский центр, он будет функционировать в пристройке, он называется «Подлипичи» издательский центр. Входят наши учителя, в основном учителя русского языка и литературы. Вот такая газета выходит ежемесячно. Газета «Альма Матер». Вообще это Дмитров, которому 851 год, неспроста называются нашим братом Москвы, поскольку основал его тоже были благорукий. Приезжаете к нам летом. Вот это вот земляной вал, единственный вал, сохраненный в Москве. Вот это вот, вот эта стена. Мы находимся здесь в крайнем левом правом углу. Воздушные шары – это воздухоплавание. Мы являемся центром воздушного плавания в Европе, воздушным шаром, поэтому у нас шаром это частный, вот очевидно, фестиваль, мировое, насколько я знаю, соревнование мирового уровня состоится в ближайшие дни. Следующий кадр, мы носим имя города, это вот летний вид нашей гимнодии, следующий кадр. Как правило, у нас не дорожнее, мы выращиваем маленькие цветочки на антарчиках и 2000 корней в сожжимый ветром, в 500 цветах утопают. Ну а теперь о деле. Значит, учебное заведение основано в 1935 году, обучается в нем 600 учащихся, работает 97 педагогов, дифференцированная форма обучения буквально с 5 по 11 класс, хотя совсем недавно мы позиционировали до центра матриархии и гуляющих и боги. Вот, как бы, до этого я работала в основном, стоит повышение квалификации, а сейчас вот в академии Николай Николаевич. Базовая школа, это высшая школа экономики, мы являемся с 98-го года, причем у нас бесплатные взаимоотношения с государственным университетом высшей школы экономики. Ольга, это наша собака. Будете добрать дальше. Выка запечала. Вот по экспериментальной деятельности, по направлению будет говорить зам по экспериментальной работе, а здесь, вот это у вас есть на презентационном вашем диске, там гораздо больше, чем по-математски имеют шестерку, да, а по-русскому скульптуруется лапой. Есть такие дети. Вот, и они даже являются там амблосниками, победительными, и останавливаются побольше, а на земле поменьше. Вот организация пространства, я остановлюсь здесь только на нескольких вещах. Организация СПД, центр подготовки дошкольников, который в нашей гимназии работает уже 10 лет. В этом центре работают наши педагоги начальной школы. В ходном тестировании участвуют, в ходном тестировании есть в истории педагогики. То есть мы используем ранную, диагностику развития выгодского используем, фукуяма, ранная персональная ориентация, вы знаете, все японское образование по психологии и так далее. Весь на тарифный работает на зарплату людей. Поэтому у нас психологов четыре, все-таки есть специальный психолог, дефектолог, социальный педагог и логопед. Все эти службы... Все, что касается направлений содержания национальной деятельности, они как бы для, в общем-то, российского образования, я считаю, ну, идентичны, наверное, для каждой школы. Дифференциация обучения, активизация. Я скажу, что администрация, учреждение, управление, поддержка управления образованием, у нас оплачивается руководство кафедры половинкой ставки. То есть у нас шесть ставок методистов поглощается и сэкономим на это время. На дисках они у вас есть. Пусть это... Профильное обучение сейчас тоже прориснуло. А четырех профилях мы сказали. Мне просто хочется сэкономить свое время. Спасибо. Ну, вот профессиональное обучение, мы все-таки гордимся тем, что оно есть у нас. Хотя, вы знаете, в силу ряда обстоятельств, в последнее время мы усложнялись древни к автоклассам. Вот, но мы надеемся, сейчас пристроят у нас новый автокласс, что мы все-таки этим древним с вами. Право дорожного движения в течение двух лет, в общем, ребенка бесплатно. И он получает, внутренний экзамен принимает ГАИ, получает корочки об окончании как бы автошколы. В освещении 18 лет дает, ему сдают на пропаган. Что меня порадовало? Будьте добры. На следующем кадре мы назвали его достижение. В движении вы увидите приток финансовых средств в гимназии Дмитров. И, в принципе, сравнительный анализ притока денежных средств 2004-2005 года. В верхней строчке вы видите размер помолоченных денежных средств до 2004-2005 год. Хочу наметить, что вот эта колоночка, которая окрашена белым цветом, это то, что гимназия получила по бюджету, по смете, которую мы сдаем в казначействе финансового управления Московской области, которая является главным распорядителем наших бюджетных средств и контролирует. В последнем, как вы видели, в 2005 году по бюджету мы освоили 17 миллионов. И из них, ну вот, грубо говоря, если мы взяли 100%, это 17 миллионов. Основные затраты, которые произвел на нас бюджет, это сектор А, это зарплата, и единосоциальный налог, это порядка 78%, самый большой сектор. А, Б, это коммунальные услуги, то есть из этих 17 миллионов порядка 15% было потрачено на коммунальные услуги. И, В, это социальная помощь населения, всего 7%. Здесь методическая литература и оплата проезда работников к месту работы и какая-то мелкая материальная помощь. То есть это то, что 12 основных направлений, о которых я сейчас расскажу. Три уровня реализации эксперимента. Федеральный уровень, о нем несколько слов. Отдельно об этих предметах, но здесь у нас хорошие результаты. И, в общем-то, высокая оценка. Наша цель, конечно же, сохранить единое образовательное пространство, сохранить единые подходы в преподавании предметов, несмотря на то, в каком классе учился ребенок. Какой бы профиль он не избрал. То есть над «Одаренными детьми» в гимназии целая программа создана, она реализуется. Программа «Одаренные дети». Вы сегодня об этом услышите. Но хочу сказать также, что гимназия не только эту программу реализует для детей нашей гимназии. Наши учителя работают и очень много ведут большую работу на район. Сращивание основного и дополнительного образования – это, пожалуй, большое будущее нашей гимназии. И уже и настоящее. Вот. 191 объединение учащихся работают в тестах по понятийному аппарату. По всем предметам, которые преподаются в гимназии, с исключением некоторых предметов. Мы создали пять тестов по образу школьного теста ШТУР. Это психологический тест. Я думаю, что вы с ним вполне знакомы. Но классический ШТУР разработан не для всех предметов и не для всех классов. Здесь мы работали и работали с психологом. Мы именно в номинации «Эксперимент». Мы выставлялись на областном конкурсе именно в этом направлении. 1997 года экономическое образование у нас в гимназии. И это уже на сегодняшний день система. Об этом можно говорить. Которая имеет свою цель определенную. И которую эту цель за счет того, что эта система, естественно, достигает. Создать обеспечивающую преемственность, перманентность, профильность обучения, позволяющую осуществлять социально-экономическую ориентацию учащихся. Прежде всего, это предпрофильное обучение, которое у нас начинается в 8-9 классе. Знакомство детей с предметом, для того, чтобы они приготовили себя к выбору профиля предстоящего. К десятому образу мысли. Я полностью с ним согласна. И вот если эти психологические особенности не учитывать, если не учитывать, что это мышление, и оно особым образом устроено, то результата никогда не добиться. Для всего, конечно, мы участвуем в исследовательской деятельности в нашей гимназии. Мы выполняем персональный проект, пишем исследовательские работы. Ребята выбирают вообще замечательные темы и довольно не ошиблись с выбором вуза, на мой взгляд. Это сотрудничество нам очень многое дало и даст. Но система вообще автономно-то развиваться не может, конечно же, ни одна. Поэтому мы считаем, что очень важно взаимодействовать, прежде всего, с лидерами экономического образования. Мы даем свои результаты. Ежегодно мы держим 100% призовых мест в районе. Обязательно, надеюсь, что и в этом году мы в десятке на областной олимпиаде учащихся по экономической теории и образе. Также мы являемся победителями призерами. Мы участвуем, ну не участвуем, а смотрим, как проводятся заседания. В этапе школьники усваивают ряд сведений из истории становления прав человека, узнают о том, как это идея реализовывалась в Англии, США, Франции, деятельность ООН, также в совершении декорации прав человека или иных между Конституцией прав человека, становление умения ориентироваться в соответствующих правовых документах, сопоставлять международные стандарты и нормы национального законодательства, регулирующие взаимоотношения государственной личности. Третий этап. Практика ориентирующая. Учащиеся владевают умения реализовывать права человека и защищают. В частности, ребята, мы усваиваем, что нарушение прав человека неизбежно в любой стране и при любом строе, но существенно то, что насколько висит в жизни правом государства, дать информацию о правах и свободах человека, ну и о других задачах. Дальше мы говорим. Структура учебного процесса у нас пятый-восьмой класс гражданин, не один час в неделю. Курс позволяет начать формирование конкретно способной личности. Состоит из множества модулей, ну и так далее. Практически в каждой школе это гражданин и курс у вас есть, на таких же условиях, как и у нас. Девятый класс права и политика. Также один час в неделю. Это стандарт, причем не гражданин. Вот тут наши удачи и неудачи. Мы обратили внимание с левой стороны к красным учреждам использование пособий Шилобода, Кривошеева, Первухина, политика и права. Было неудачно без огромной пользы интернет-технологии. И благодаря этому, все спасибо, благодаря этому достигается некоторый результат. Я хочу обратить внимание, опять же, уже Алла Викторовна говорила, что большую помощь оказывает мэр города Валерий Васильевич Гаврилов и участие наших учреждений. Технологии нельзя считать, если в школе не создана. Именно материальные условия. Но я не повторюсь здесь. Значит, в гимназии 71 компьютер. Три компьютерных класса, по 13 компьютеров в каждом классе. Причем два компьютерных класса используются чисто для проведения уроков информатики. И третий компьютерный класс создан для того, чтобы как школа стала лучшей школой России, проведена вот такая реконструкция, кабинеты, включены к интернету. Мы этими компьютерами пользуемся при подготовке и к урокам для своих властей тоже побывали. Оснащена пятью компьютерами, принтером в библиотеке. В школе 98 преподавателей, практически каждый из них является пользователем компьютерных систем, умеют пользоваться компьютерными, то есть, вот, закончив такие условия материальные и кадровые. Значит, мы с 2002 года, прежде всего, наверное, процентов 60 можно отдать форму работы дисков на уроках. Это, естественно, очевидно. Во-первых, это индивидуальный подход к обучению, потому что у каждого ученика свой ритм работы. Перед ним компьютер. Он может за определенное время, несмотря на другого ученика, выполнить. Я хочу сказать следующее, что, вы сейчас это уже слышали, что в школе ведется активная проектная деятельность учащихся, где в течение года ученики выбирают темы, ее разрабатывают и в ЛАЗе участвуют в олимпиадах в сети интернет, являются победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад. Вот это компьютеризация на 2006 год. Во-первых, в кабинете химии, это вот на втором этаже, также планируется поставить всем компьютерам. Каждый в своих школах занимается, поэтому я постараюсь сэкономить немножко времени, остановлюсь на самых вот изюминках того, что есть у нас в гимназии. Значит, главная цель этой программы – это полноценная реализация возможностей одаренных детей, а также активизация их творческой деятельности. Всевозможные наши районные школьные олимпиады не всегда позволяют выявить наклон. Вместо того, какого ученика мы имеем, мы выделяем несколько степеней сформированности и одаренности. Это актуально, когда ребенок уже есть талантливый, он может прикладывать свое изделие и получать результат. Есть потенциальные или скрытые возможности ребенка, но, на наш взгляд, основной это является пересечение пяти видов деятельности, когда всевозможные направления, которые мы предлагаем учащимся, и в этих направлениях, они могут быть... Вначале, естественно, что мы на базовом своем школьном уровне приняли решение о том, что нам это необходимо. И было введено ряд предметов, в частности, какие из них вы видите. Ну а затем, пожалуйста, в 2002 году на основании приказа нашей гимназии стала центром работы по... По данной программе существует несколько видов или направлений. Я остановлюсь буквально на нескольких, на остальных мои коллеги продолжат. Значит, подготовка к районным олимпиадам, факультативные занятия и внеклассные работы, я думаю, у всех есть и пропускаем. Помимо этого, у нас в школе существует центр исследовательской деятельности. Большое, вы видите, все то, чем мы с вами, чем мы занимаемся в данном направлении, это и спортивные секции, и вокалы, студии, всевозможные шахматы. Так вот, что мы получили как итог, всевозможные призовые места. Одним из направлений в рамках одаренных детей является профильное обучение. В зависимости от профиля, каждый учебный класс имеет свой индивидуальный план, и мы в этих, в рамках этих планов пытаемся реализовывать те направления, те склонности, которые ученикать, такое направление, как владение иностранными языками и международное общение, то есть проявить себя, попробовать в ситуациях нештатных. Когда приезжают к нам голландцы, наши дети являются переводчиками и вроде бы всем все довольны. Дальше, пожалуйста. Как результат работы в данном направлении, мы имеем достаточно стабильное положение по медалям, которые являются и остаются одним из факторов нашей педагогической деятельности. На этом слайде вы можете посмотреть наше число призовых мест в процентном соотношении на районных уровнях. В области мы каждый год занимаем как минимум по три призовых места. И вот работая с данной программой, хочется отметить на то, что существует и острая проблема. Специальная подпрограмма, которая называется «Дети и здоровье», которая состоит из четырех основных блоков, и вот эта программа... Первый уровень организации, руководитель педагогический совет школы, во главе с директором гимназии. Второй уровень интеграции, координации, текущий контроль за реализацией научно-общественных учащихся. Руководитель администрации, тендер-реследовательской деятельности, учащихся...